Привет, я Даша. В интернете очень много полемики и нападок против, ой, кошка, закладка упала, я сейчас, я вернулась. В интернете очень много полемики, очень много волосов, танцовов, фу, гадость, дурной вкус, да это не литература, а что это по-вашему, да это там, да сжечь нужно, вспоминаем Гёни, да, там где жгут книги, там сожгут и людей. У Германии, кстати, жгут книги и людей. И вот решили мы с мамой навлечь на себя толпу троллей, спровоцировать гнев общественности, сказать, что танцовы пишут хорошо, нам нравится. А ты помнишь, как подсели? Рассказывай. Совершенно случайно, совершенно случайно, это начало 90-х годов, как мне помнится, да, первое? Я уже сейчас и не вспомню. Разве это были не нулевые? Нет, по-моему, 90-какие это уже. Я уже училась, не то на младших курсах института, не то заканчивала школу, аж нулевые. Ну, я не помню откуда, может быть, просто я увидела, вот, книги Датцова, так сказать, серия «Ироический детектив», такого еще не было. Да нет, ты прочитала сначала какую-то статью в каком-то журнале. Ну, может быть, может быть и так, но все-таки да, «Ироический детектив» такого еще не было. Ну, на моей памяти я только помню Иоанну Хмелевскую, конечно. Ой, это вообще… Нет, ну, хорошо, конечно, она молодец, тетка такая, я ее люблю, но вот «Данцоваться» совершенно иное. И я бы скакала, думаю, а что мелочиться-то, смотрю, сколько книг уже, о, как помнится, 12. И я только то есть все стопу скупила. Врет, я помню, было 3-2. Нет, больше, больше. Сначала, может, потом ты скупила все, что было, после этих двух-трех первых самых. Ну, я точно помню, у нас еще зять сидел в это время, когда ты рассказывала всю эту историю, вот я прошла в газете, я побежала, смотрю. Ну, можно. Одна из них, кстати, в мягкой обложке, потому и запомнила, ненавижу мягкие обложки. Ну, тем не менее. И я брякнула так всю эту стопу, ну-ка, давай, и поехала. Замечательно. Язык замечательно. Чувство юмора просто искрометно. А сколько оптимизма, а сколько мудрости. Все-таки у каждого, так сказать, у каждой книги свой читатель, безусловно. И хай эти вот так, это хорошо, это плохо, фу, «Войной мир» читает Толстого, это замечательно, «Атанцовый фи», ну, извините меня, и под настроение. Но вот для жизни, вот при той тяжелой жизни, в смысле, в период нашей истории в стране, когда развал СССР и прочие дела, и нищета, и расслоение, и бог знает еще чего, и безработица. Вот на этом фоне, вот создать подобного рода произведения, которые помогают не только жить, а выжить. Просто надпись, что выжить. И на этой радость выносите, я хочу показать самую лучшую книгу Тонцовой, на мой, конечно, субъективный взгляд, ты как? Да, да. Это записки безумной оптимистки. Вот действительно, даже супер-мега-ненавистник Тонцова, даже те, которые ненавидят заочно, ни одной книги не прочитав, очень умные люди, я бы очень рекомендовала, потому что, вот знаешь, как говорят иногда, если что-то в жизни печально, значит, ложись спать, старая русская поговорка, утром вечером утреннее, да? Так вот, я бы хотела видоизменить, значит, да, иди спать, но на ночь прочти вот эту книгу, и тогда все наладится само собой, просто. Просто воспринятие, в смысле воспринятие мира совершенно, и проблемы, и прочих каких дел, а сколько там мудрости, чисто житейских характеров, с одной стороны, вроде как смешно, а с другой-то ведь как вот так вот. Да, несмотря на то, что Тонцова у нас все-таки такая смешиночка во рту, да, то есть ее книги, я почему-то начинала читать ее, потому что она ее молилась со страшной силой и хохотала в голос. Несмотря на то, что она несет смех по жизни, у нее в судьбе было очень-очень действительно трагичных моментов, она многое пережила, действительно, это тебе не Пэрис Хилтон, не фея в розовом платье, у которой все безоблачно, это действительно, действительно, ей есть что бы рассказать, она о трудностях жизни слышала не по наслышке. И там есть фотографии, вот, я сама очень люблю смотреть фотографии, как бы, да, и, как бы, если ты тоже, то бонус приятный такой. Безусловно, безусловно, там просто вот в этих записках не только о себе, о своей жизни, о том, что она пережила, а как это начиналось, почему писать, то есть ты уже не можешь не писать. А это же всегда так интересно. Ну да, потому что все, из тебя все это плещит. Она, кстати, говорит о том, что ее семья знала многих действительно именитых писателей. Ну да, отец именитых писателей. Да, 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 и там, и там по соседству, там, где была их дача, пределки на полном, да, это был поселок, вот именно литераторов. Это очень интересно, и детство интересно, то есть, как бы, все предопределено было. Еще мне очень нравится, что там Рана рассказывает свою обословную, обословная тема, конечно, и это, в углом, мне не понравится. Да, а что ты думаешь о сегодняшней танцовой? Ну, как-то ты вот говорила, что вот здесь вот мне уже не нравится, здесь как бы и списалось, я не знаю. Она в одной струе, конечно, не бывает так, чтобы вот все совершенно одинаково. Ну, к сути. Ну да, не думая, что она стала хуже. У нее вот, как-то вот скачками, видимо, у нее опять какой-то период в жизни начался, что она, у нее то выйдет очень удачная книга, вот я недавно показывала в своем книгоотчетнике, там что-то про Ивана Цалевича название завязано. Классная книга, я от нее была в восторге, но вот там что-то Белочка, а вон стоит Белочка, Лосни и наяву, и вот сейчас мы только-только прошли, подскажи, что-то там завещание гуся, утки в красной шапочке, вот. Ты прочитала, кстати, уже? Нет, еще. Нет, еще. Более, какой-то печальный юмор немножечко стал, я уже не хохочу в голос, и даже в некоторых книгах откровенно, в некоторых книгах откровенно такие угрюмые, скажем так, я там даже и не улыбаюсь, уже и вообще. Ну, просто когда много ждешь, это всегда же несколько не так. Мы идеализируем, мы себе вообразили, вот это так. Ну, я привыкла к одной Данцовой, сейчас уже как бы у нее поменялся стиль, ну, видно, что у нее в жизни происходит. Давай, Натя, Натя, вращается, а то уже аккумулятор у нас садится с тобой. Спасибо всем. До свидания. Да, я желаю прочитать эту книгу, обязательно, непременно. Да, поучительно, познавательно. Считай, что это наше задание на дом. Ну, совет будем так, рекомендации. Кому, конечно, хочется, кто склонен. Если книга была прочитана, мнение в комментарии, мне будет любопытно ознакомиться, и маме тоже, да? Да, спасибо. Всем, всем, пока-пока. Пока.